Ну я не думаю, я не хотел бы говорить за вас про рейтинг, потому что нема выборей. И это все, они такие инсценации, можно сказать... Ну есть же социология, то есть вы хотите сказать, что нет падения сильного? Я хочу сказать, вы кажете, социология, я очень хорошо помню остальную парламентскую кампанию, когда говорили, что мы не подолаем 5% барьер. Это все относительно речи. Когда ведется кампания, тогда ты выходишь в политики до людей, и они рассказывают им, что они сделали, зветуют, и рассказывают, что они будут делать. И тогда формуется рейтинг, когда люди не делают выбор. Когда никто не делает выбор, говорить про рейтинг – это одно. Люди критикуют. Когда люди говорят, что нам не нравится, мы не поддерживаем, как им иначе свою позицию людскую. Это не выявляется, как рейтинг голосования за ту или иную политическую силу. Люди говорят, что работайте вместе, работайте быстрее, проводите быстрее законодательные изменения, реформы. Рек деятельности сегодняшнего склада обеда. Однозначно повинен быть звит. Этот звит будет публичный, он будет в ценных парламентах. Все журналісти, которые чётко не высвятковывают певные процессы, они могут понять, что было сделано. Я думаю, что все будут очень приятны, когда увидят узагальненные документы и узагальненные кроки и действия. Я ствердю, что сделано очень много. И простой пример вам вам напомню. Международный валютный фонд, который является основным донором нашей страны, Советовый банк, международная институция сказала, что очень много сделали. Они удивлены, что в такой короткий час стихи изменено в законодательной базе и стихи проведено реформу. Однозначно коаліція отвечает. Вона формировала этот уряд, выбирала спикера, выбирала керевництво парламенту, выбирала керевника уряду, членов уряду. Коаліція отвечает. У нас есть коаліційная угода. Наш комитет виконав вимоги коаліційной угоди программи реформ діяльностей уряда на 95%. Это всю коаліційную угоду. Я говорю только за комитет экономической политики. Мы попрацювали, мы знаем, что мы не сделаем. Мы провели на минулому тижне комитетские слушания, заслухали двух министров экономики и юстиции, что мы сделали, что не удалось нам сделать. И запланировали, что мы должны сделать в короткой перспективе и на следующий год. Я считаю, что шлях поделает той, кто и где. Уряд, министерство, особенно те, с кем я współпрацюю, например, Министерство экономического развития, Министерство юстиции, очень много сделано, очень много депутатов вносит законодательство инициатив. Если мы этот шлях, если мы этот темп не потеряем, я очень уверен, что это будет подвалиный фундамент для изменения страны на лучшее. Дерегуляция – это не такая придумана категория. Есть рейтинг «Доинн-бизнес», который ведет Святой банк. В этом рейтинге «Доинн-бизнес» есть базовые направления, по которым оценивается страны. Это инвестиционный климат. Если ты в рейтинге «Доинн-бизнес» на 150-м месте, то, зрозуміло, что никакого инвестиционного климата нет. И никто туда не перейдет заниматься бизнесом. Мы на сегодняшний день на 83-м месте. Чему? Я вважаю, что уже, что мы сделали в парламенте, мы минимум 10 позиций уже просунимся. Потому что они раз в рейтинге розглядают законодавчу базу и те, что сделал уряд, парламент для того, чтобы улучшить свои рейтинги инициативной привабленности. Ну, ведение бизнеса. В парламенте зараз, мне кажется, больше 20 законопроектов на розгляді стосуются исключительно децентрализации. До следующего рейтинга оценивания я хочу, я буду все для этого делать, чтобы Украина вошла в топ-50 стран по этому рейтингу «Доинн-бизнес». У нас есть все для того, чтобы мы могли с этим справиться. Что касается бизнесменов, которые говорят, что до регуляции они еще ее не слышали. Они ее слышали сейчас. В конце года, когда будет полностью изменена вся известность, которую они давали каждый год. Они все слышали. Им рассказывают бухгалтеры, юристи. Бизнес, он слышал, потому что те, кто занимался, например, будьемництвом, те, кто занимался специализированным, где нужно было лицензии отримать, дозвола, это все зараз спрашивается. Мы должны заставить всех дотриматься закону. Мы должны заставить всех по закону жити, вести свой великий бизнес, средний или малый.